Добрый день, меня зовут Ася, я консультант по грудному скармливанию, детскому сну, я автор мягких методик самостоятельного засыпания и сегодня я расскажу вам, как подготовить ребенка ко сну, чтобы он спал крепко и просыпался минимальное количество раз ночью только на кормление. Чтобы ребенок спал ночью крепко, необходимо дать достаточно активности ребенку в течение дня и расслабить его нервную систему перед сном. Поэтому важно знать, как распределяется время бодрствования на активное и пассивное. Время бодрствования это отрезок от просыпания ребенка до погружения в сон и оно делится на активное и пассивное бодрствование. Активное время бодрствования это примерно 70% времени от всего отрезка ВБ. Его задача выгулить ребенка, выгулить его активность и отработать новые навыки малыша. А уже после активного времени водорослей идет пассивное водоросление, его примерно 30%. И задача пассивного ВВ – расслабить ребенка перед сном, чтобы ребенок спокойно, быстро, легко погрузился в сон и мог сам соединять циклы снов ночью. Также вам было легко уложить ребенка спать с любой ассоциацией в другом месте, или ребенка мог легко уложить другой член семьи или няня. Как это выглядит? Малыш просыпается, он может попросить грудь или соску, он может побыть у вас на руках. Это занимает всего несколько минут, а потом начинается активность у ребенка. Активная бодрость у малыша идет все же волнами, но большая часть идет в подвижной игре. После активного водоросления идет пассивное водоросление, здесь ребенок замедляется. Замедление происходит постепенно, это называется мостик ко сну. Он занимает от 15 до 60 минут, в зависимости от возраста малыша. Чем малыш старше, тем мы больше тратим времени на подготовку ко сну, в том числе на мостик. В мостик необходимо приглушить свет, выключить телевизор и занять ребенка спокойными играми. Это не обязательно должно быть постоянное чтение в течение 30 минут. Мы просто переключаем ребенка. И если вы видите, что ребенок начинает возбуждаться, раздражаться, или, например, он хватает мячик и бежит с ним играть, веселиться, достаточно просто убрать мяч и предложить ему что-то другое, например, пирамидку, чтобы он спокойно посидел, пособирал ее с вами. Этого будет достаточно. В мостике ко сну ребенок проявит признаки усталости. Он может начать зевать, зависать, он может укладывать головку, он может попросить грудь или соску. Его взгляд может стать стеклянным. Когда вы видите признаки усталости, необходимо взять малыша, пойти в спальню, провести ритуал и уложить его спать. Ритуал ко сну занимает от 3 до 15 минут. И опять же, чем старше ребенок, тем дольше мы проводим ритуал ко сну. Ритуал — это последовательные пять действий, которые понятны малышу, которые его расслабляют и показывают ребенку, что скоро будет идти сон. Важно, чтобы эти пять действий всегда шли последовательно друг за другом. Нельзя менять их местами. Потому что если мы проводим действия всегда одни и те же, они идут последовательно, таким образом ребенок понимает, что скоро будет сон. И так он будет быстрее, легче засыпать в любых условиях, с любой ассоциацией и с любым взрослым. Необходимо, чтобы каждое последующее действие в ритуале все больше расслабляло ребенка. Часто родителям кажется, что купание перед сном — это хороший элемент ритуала. На самом деле это не так. Часто купание возбуждает ребенка, особенно если ребенка моют под душем. А если ребенку нравится купаться в ванной, то он может маскировать признаки усталости. И родители забирают ребенка из ванной, а он уже перевозбужденный и капризный. А это говорит о том, что укладываться ребенок будет сложно, долго и, скорее всего, он будет плохо спать ночью. Ритуал нужно проводить и на дневные, и на ночной сон. Это может быть один и тот же ритуал, а могут быть разные на дневной сон. Один ритуал, на ночной другой. Купать ребенка стоит в активное время бодрствования перед мостиком ко сну. Также стоит все элементы, которые раздражают ребенка, возбуждают или не нравятся ему, которые вы делаете перед сном, тоже перенести в активное бодрствование, а потом расслабить ребенка и уложить спать. Так распределять время бодрствования на активное и пассивное стоит с самого рождения малыша. Например, у двухмесячного ребенка активное бодрствование – это будет прогулка, купание. А у двухлетнего ребенка это будет тоже прогулка, но только когда он уже будет бегать ножками. Это будут игры с мячиком и любое другое веселье. Мостик ко сну у двухмесячного ребенка – это будет просто полежать, погулить или побыть у мамы на ручках всего лишь 10 минут. А у двухлетнего ребенка это могут быть собирания пазлов, пирамидки, чтения книжки. Любые действия спокойные, расслабляющие. Ритуал у двухмесячного малыша может выглядеть так. Мама берет ребенка на руки, заходит с ним в комнату, в которой приглушен свет, меняет подгузник, выключает свет, дает грудь и говорит мантру на сон. Ритуал у двухлетнего малыша может выглядеть подобно, но немножко иначе. Мы берем малыша, заходим с ним также в комнату, где приглушен свет, меняем подгузник, мы подходим к окошку, прощаемся также со всеми, кто есть на улице. Можно сказать «пока-пока» машинкам, сказать «пока-пока» папе, закрыть дверь, выключить свет и лечь спать. Важно понимать, что ритуал меняется с возрастом ребенка. Ребенок растет и какие-то действия ему становятся неинтересны, поэтому заменяйте их на те элементы, которые ребенку интересны и будут его расслаблять. Помните, что крепкий сон вашего ребенка зависит от ваших действий перед его сном. Я желаю вам крепких ночей!